Ну что, поехали! Так, это, видимо, релюшка сработала в блоке питания. Запускаются винты. CPU Fun Error. Что это значит? Хочет. Так, главное, обрещается ли. О, один запустился, второй нет. Так, непонятно, то ли я его не подключил. Так, а этот? Сейчас мы его попробуем. Всё отлично работает. Единственный момент возник, это вот этот крайний вентилятор. Он не запустился на 5 вольт. Не знаю почему, мне пришлось его подтолкнуть, чтобы он запустился. У меня возникла мысль, я, возможно, его подключу отдельно. Если найду разъём питания для вентилятора, хоть один ещё свободный. Вот, я вижу, есть. На... Вот, вот, свободный. Шасси Fan 2. На материнке подключу его через балластный резистор к этому питанию. Посмотрю ещё раз, как это будет. Вот, у меня в системе наконец-то появилось ещё два диска. Ну, я разбил это 3 ТБ на 2 пополам. Тошиба 3, Тошиба 4. И вот температура процессора 30 градусов. Ну, при открытой крышке, во всяком случае. Винчестера старого 32 температура, а нового тоже 32. Вот, только что была разница в 1 градус, вот 33. Немножко поднагрелся. Ещё могу сказать такую вещь, что... Если я не ошибаюсь, то появился всё-таки звук работы вентилятора блока питания. Ну, может, мне это и показалось. Но реально стало тише. Я это соберу. Всё, свой конструкт сначала поставлю. Подключу питание вентилятора, вот этого крайнего отдельно. Ещё раз запущу, смотрю, как это будет. И после этого соберу и включу уже в сборь. Я сделал так, как планировал. Подключил этот крайний вентилятор через балластный резистор. В питание материнки, CPU. То есть не CPU, а шасси FAN 2, по-моему, я там вычислил. И заодно сейчас я продемонстрирую, как работает эта система очистки от пыли у видеокарты MSI. Вот, вентилятор начал вращаться. Сейчас будет повторный запуск. Вентилятор начал вращаться в противоположную сторону. И так вращается до запуска Windows. И потом начинает вращаться в нужную сторону. Таким образом он сгоняет эту пыль. Которая на нём может накопиться. Вот он остановился и в другую сторону начал вращаться. И включился диод голубого цвета. Так, я на вентилятор, который мне сюрпризы всё преподносит. Вот видно, наверное, всё-таки они вращаются с разной скоростью. Я сейчас посмотрю по тому, как мониторится скорость оборотов при подключении к материнке. А здесь у нас трёхконтактное подключение. Так, все вентиляторы крутятся. Теперь проверяем. Спидфан. Посмотрим, сколько он у нас крутится, с какой скоростью. Трудно сейчас сказать, стало ли потише. Тоже, наверное, надо собрать, тогда будет видно. Так, и что у нас? А, непонятно. Ничего не показывает. То ли не поддерживает, то ли ещё какая-то редиска. Визуально. По ощущениям... Трудно сказать. Не буду ничего говорить, но посмотрю. Ну, вроде всё работает. Так, ещё гляну, работает ли у меня этот Winchester 3. То я там вот включал его. Есть, всё работает, всё отлично. Так, и что мы его CrystalDiskInfo посмотрим. Прошивка, я так понимаю, наверное, какая-то новая, потому что система определяет его как... Ну, вот этот вот мой диск Hitachi старый. Это у меня мой SSD-диск на 128 гигабайт, а вот это новый, который у нас уже Toshiba. Прошу любить и жаловать, и полюбоваться. Состояние хорошее, число включений 5 раз. Да, ну, может быть. Я его включал раз, два, три. Общее время работы 0. Вроде бы как он... ...беспроблемный. Температура на 1 градус больше. Ну, вот, вроде бы всё. Если ещё что-то возникнет, я сниму ещё видео. Последний взгляд перед тем, как закрыть крышку. Я уже прикрутил вот эту мою конструкцию, которая держит Winchester. Перегородочку для жёсткости. Вот, так немножко сверху покажу, как выглядит моя система после переделки. Самое главное явное различие, это колер процессора. Вроде бы как в простое. Он выдаёт такую же температуру, что и ногтё. 32 градуса, по-моему. Проводов я знаю. Наверное, стало немножко меньше, но всё равно этого не видно. Единственная радость, что этот вентилятор боковой, возможно, будет больше воздуха подавать в систему, охлаждать Winchester и дополнительно видеокарту. Так, и вот здесь появился ещё один элемент. Это Winchester Toshima. Тоже на 3 терабайта. Теперь мне 6 терабайт. Система получается. Вот. Надо будет ещё покрутить. Не будет ли сильно греться звуковая карта. Она там забита где-то в углу. Хотя, вроде бы как немножко есть. Пространство вокруг неё. Ну вот, собственно говоря, всё. Ещё закрою, поставлю под телевизор. Ещё раз включу и запишу шум вентиляторов уже в стационарном положении. Будет ли разница. У меня есть старая запись до переделки. И теперь после переделки. И сравним. Согласен. Чёрный блок питания всё-таки выглядит поорганичнее в этой системе. То есть серебристо это панель подключения. А всё остальное чёрный корпус. И вкрапление серебристых винтиков. Вот такая вот простота получилась. При стопроцентной загрузке процессора температура, конечно, стала повыше. 57-58 градусов. И температура CPU 45, системы 36. Винчестер, который я доставил, сейчас простаивает. Но у него температура 42-43 градуса. Старый 39 градусов. То есть немножко всё-таки они стали греться больше. В связи с тем, что обороты вентилятора я понизил. И приток свежего воздуха уменьшился. Но тут есть один плюс. То есть вот эта вот табличка, во-первых, вентилятор процессора раскручивается до 1200 оборотов. То есть простое он нормально крутится 600 оборотов, а если нагрузка увеличится, то 1200. И вот эти системные вентиляторы залмана на выдув тоже разгоняются до 1200 оборотов. А боковой вентилятор, дальний, справа, тоже немножко разгоняется до 700 оборотов. Ну, скажем так, температура чуть-чуть повысилась, но я думаю, она не критична. Зато тишина увеличилась, улучшилась. Я ещё вечером послушаю.